добрый день уважаемые подписчики хотела вам рассказать о такой вегетативной бетоннике грозовое небо может быть конечно у кого-то она легко получается но почему-то у меня есть не определенные нюансы назовем это так проблема не назовешь потому что в принципе это не проблема но нюансы есть определенные хотела я вам о них рассказать может быть у вас будет тоже такая ситуация если нет то хорошо посадила я ранее весне черенками в кашпо они укоренились в принципе неплохо пошли но случилась такая ситуация что они начали желтительства все вот это было желтым страшным пришлось все обрезать и вот сейчас она начала набирать массу я сначала сетовала на то что где-то переборщила с химией либо не докормила удобрение либо же что-то земля но такая ситуация у меня с ней с небушком проходит уже второй год при этом рядом вот смотрите висит звездное небо сидит в таком же горстке с такой же землей достаточно неплохо себя чувствует грозовое же небо немножечко скажем так опризничает вывод я сделала такой в чем была ситуация грозовое небо любит тепло скажем так все конечно любит тепло но грозовое небо особенно сколько бы я бы не кормила чтобы я с ним бы не делала той зелени той массы я не могла получить сейчас как вы видите листва вся здоровенькая крепенько начало свисти и все пушится как я увидела что начали безобразится плети желтеть листва и хлородит лист а то есть она у меня прямо опустилась наверно сантиметров на 40 была страшная я все это дело обрезала покормила и повесил на самое жаркое место в моем балагане и вот через две недели я увидела эффект то есть смотрите она начала кустляться начала потихонечку приобретать зеленый вид несмотря на то что за две недели подкармливала всего лишь пару раз универсальным удобрением так что вот такая вот ситуация у меня произошла с звездным небом раз извини с грозовым небом звездное небо все остальные вегетативочки у меня чувствуют себя просто замечательно спасибо большое за внимание если у вас будет такая же ситуация то знаете грозовое небо любит жаркую солнечное теплое место и это не зависит ни от объема земли не от болезни потому что это не была болезнь и это видно было потому что в принципе растение росло цвело просто видно было что есть что-то не хватает спасибо вам большое за внимание подписывайтесь на мой канал будет много интересного